Прошли какие-то передачи о Берковском, фильмы. Вот недавно, наконец, мы увидели фильм, который Вика Скорнякова сняла. По-моему, в прошлом году его сняла. Вот он, наконец, добрался до экрана. На канале Подмосковье его почему-то показывали. Хотя снимался он для какого-то другого канала. Но, кстати, это хорошо, потому что Подмосковье в Москве все-таки ловится. И многие смогли посмотреть. По-моему, очень хороший, теплый фильм. Кто-нибудь видел «Субботу»? Нет? Никто не видел? Да? Тогда зайдите на YouTube и в канале присутствующего здесь нашего друга Юрия. Юр, как называется канал? Архив авторской песни, да? Там этот фильм выложен. Посмотрите, хороший фильм, добрый очень. Рассказывают о жизни Берковского. Там в нем участвуют все друзья, говорят о нем. Но там не прозвучало то, что я хочу сейчас рассказать. Берковский начинал сочинять свои песни в Запорожье. Когда работал там, уже закончив институт, мастером, вольцовщиком, не мастером, даже вольцовщиком он работал с поначалу. Но местная интеллигенция по вечерам собиралась и очень была увлечена поэзией. Вообще такое бурное время увлечения поэзией. И вот, значит, Берковский брал в руки гитару и начинал, открывал сборник поэзии, начинал петь в хорошей компании, под хорошую закуску, начинал петь песни. Песни существовали примерно один вечер, а на следующий день сочинялись новые. И вот первая песня, которую друзья с утра вспомнили и стали петь дальше в следующий вечер, оказалась песня Новеллы Матвеевой, на стихе Новеллы Матвеевой, песня «Шагом-шагом». Песня «Шагом-шагом», под британским флагом она, встречу пальма пыльной, плыла издалека. Вежды вместе в кровь заката слов в окраине дом прижат, с растопыленными пальцами. Песня «Шагом-шагом» 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 Спасибо.